Всем доброго дня! Вот такое у меня еще радостное событие сегодня еще, потому что сегодня снимала свои цветочки купленные для подписчиков. И вот мне пришла долгожданная посылочка. Мы с подругой заказывали у Андрея Ткаченко адениумы. Я дам ссылочку на его канал. У него свой канал, он выращивает адениумы. Показал такую плантацию просто молоденьких растюшек. Не могли мы не соблазниться и заказали у него по несколько штук. Но нам показалось, что очень долго по краю, все-таки по одному краю шла посылка. В Краснодарском крае мы все живем, но четыре дня шла посылочка. Сейчас я буду открывать. Ну вот, ничего не резала. Сняла скотч, вот такая упаковка. Ой, это у меня котята гуляет мелко, боюсь наступить. Такая упаковочка прям, такое мягкое-мягкое что-то. Так, они отдельно. Сейчас я, наверное, коробочку уберу и разложу на столе. Вот такие три растюшки. По-моему, они просто замутаны. Вот она у меня хорошая. Видит, какой хорошенький. Ну, я мало что в них понимаю, но, по-моему, отличный. Немножко он белогат мягенький. Четыре дня был без питья. Сейчас я замочу в пине, по-моему, можно. Адыниумовый пине. Оказывается, опрыскивание они не любят, потому что предыдущий я опрыскивала и он сбрасывал листочки. Ну, тоже я слышала, что они любят такой, чтоб как дым был. Вот тоже мягенький-мягенький он. Наверное, очень пить хотят, не выглядят неплохо. Боялись, что они такие подбрасывают листики. Вот, за светочкой беру. У меня тут ещё стол зелёный, их не видно, наверное. Так, вот. Один, по-моему, для подвоя вот заказывала, и два, которые уже ветвятся. Ну, вот, по-моему, они опры ветвятся. Сейчас ещё один. Ага, вот такой бы тузик. Сейчас. Вот такой. Тоже немножко вялый. Вот они какие хорошие листики не сбросили. Сейчас покажу своей подруге, потому что она там в нетерпении, она ещё не получила, хотя уже вот-вот тоже близко. Близко. Ну, вот такие растёжки. Спасибо Андрею. Сейчас начну их. Я так думаю, нужно замочить сначала, отпоить их, поскольку они молоденькие. Так, вспышка у меня приказала долго жить. Кончилось заряд. Ну, пока вот так. Вот я их переложила поближе к розетке и включила. Ну, вот, один немножко ожелтит у меня. Единственное, что вот они мягенькие, чтобы не пропали. Ну, наверное, Андрей занимается ими, он знает, что делать. Просто я не думала, что такие малыши можно посылать без субстракта. Ну, вот этот покрепче. Этот прям молодец такой. Корешков у них много. Сейчас пока греется вода, я вам покажу. Вот. Чем-то обработаны. Так, котёнок не надо мне помогать. Вот прям совсем большие корни. Так, не трогай, не трогай, не трогай, не трогай. Вот. Такие салфетки. Я тоже ими пользуюсь при отправке. Кот усиленно хочет мне помочь. Ну, вот. Единственное, скажу, что заходите на канал Андрея. Он рассказывает, ну, интересно довольно. Вот почему-то захотелось взять малышей у него. Как за ними ухаживать, как обрезать, как укоренять. Он всё рассказывает подробно, интересно. Поэтому, кто заинтересуется, пожалуйста, заходите в это на канал. Ну, вот, наверное, и всё насчёт адениумов. Опыта у меня никакого. Буду учиться. Ну, наверное, это маленькое видео я присоединю к какому-то другому. Ну, а так пока. Вот я посадила своих красавчиков адениумов, которые получила от Андрея Ткаченко. Вот. Ну, и решила с распаковкой сразу и посадку свою. Они стоят вот уже три дня у меня. Начали засушивать листики. Хотя пришли вполне зелёненькие. Вот, по-моему, уже растёт листик маленький. Ну, здесь перегной, циофлору, перлит. Вот так вот посадила. Ну, они мягкие, конечно. Ещё. Я их замочила в эпине минут на 15-20. Я думала, они сразу прям наберутся. Будут толстенькие. Но нет. Напомню, что адениумы для меня это новые растения. Поэтому я только учусь. Ну, сегодня чуть-чуть я им вот сверху на грунт. Мне уже не до корешков. Всё-таки не выдержала. Плеснула тёплые водички. Ну, циофлору смочить только. Вот они прям начали желтеть. У тебя даже без посадки были зелёненькие. Вот там, по-моему, тоже листик начинает расти. И вот такой вот этот прям сильно-сильно. Ну, там я пообирала немножко. Тоже самый малыш. Вот прям сильно мучил. Листики желтеть. Вот это поэтому я не выдержала тут сверху. Циофлору немножко смочила. Хотя это пустынные жители, конечно. Возможно, им нужно. Столько влаги. Вон там листик маленький, по-моему. Вот такие у меня красавчики теперь. Не знаю, правильно или нет. Потому что я впервые сажаю адениумы. Но я знаю, что Андрей будет смотреть моё видео. Он подписан на мой канал. Если что, он меня поправит. Что я правильно сделала, что неправильно. Ну, я вот как их получила, ну, замочила в эпильник. Говорю, на 15 минут я угадала вроде правильное решение. Потом посмотрела видео Андрея. Как адаптируется после пересылки адениумы. Ну, в принципе, я всё угадала. Ну, я с детства цветы выращиваю. Поэтому у меня уже чисто интуитивно. Так хочется у него поправить. Ну, конечно, ещё качается уже. Три дня сидят только. Ну, вот так вот у меня получилось. Спасибо всем, кто посмотрел. Ссылку я на канал Андрея помещу под видео. Кстати, я там стараюсь, пишу описание к видео. Там всякие заполняю. Но, похоже, никто не читает. Потому что вопросы одни и те же. Я вот люблю комментарии под видео читать. О чём люди думают, как воспринимают. Мне интересно. Ну, вот так вот как-то. Спасибо всем. С вами была Ирина. Канал Светики. Пока-пока.